Заседания совместной коллегии метеорологов России и Беларуси проходят несколько раз в год. Темой встреч становятся актуальны вопросы совместной деятельности гидрометеорологических служб. Обсуждаются разработки и внедрение моделей прогнозов погоды, новых технологий сбора и обработки информации, формирования базы данных и других методов развития гидрометеорологической безопасности. Как раз в это отмечают ведущие метеорологи. Большой вклад внес опыт специалистов, работающих во время подготовки и проведения зимних игр в Сочи. Сейчас наши специалисты изучают все процессы, которые были во время Олимпиады, как они описывались. И по решению Всемирной метеорологической организации мы должны в конце 2016 года на так называемом Объединенном научном комитете сделать доклад. Должен сказать, что это действительно более глубокое понимание того, что происходило. Конечно же, новый уровень ставит и степень успешности прогнозов, которые развиваются у нас. Существенно повысить точность прогнозов метеорологам удалось за счет колоссальной работы, проведенной в горных условиях. Начиная с 2011 года в тестовых соревнованиях участвовали не только спортсмены, но и целая группа исследователей, которая старалась наиболее точно прогнозировать погодные условия. Горный район, он более сложный, и там процессы протекали более, имели затяжной характер. Если там начинался снег при поступлении холодного воздуха, он, как правило, полтора-два дня. Иногда снега у нас в период тестовых соревнований выпадало до полметра за 12 часов. Для Москвы это очень много, это была бы катастрофа. Там сумели справиться со всем. Для того, чтобы усовершенствовать прогнозирование в разных регионах и странах, метеорологи постоянно обмениваются данными и разрабатывают новые технологии и методики. Ну а к предстоящим на курорте спортивным мероприятиям, будь то этап Формулы-1 или Чемпионат мира по футболу, предоставить точный прогноз погоды, уверяют метеорологи, они готовы. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.